Уверена, что у каждого из учеников получилось выполнить первую часть урока, добавить счет в игру код обжора и понять, что такое переменная и как с ней работать в Scratch. Почти точно так же с переменными работают и при программировании на других языках. Во второй части нашего урока мы поработаем с игрой код-счетовод и закрепим возможности работы с переменными в Scratch. Давай перейдем в Scratch и посмотрим пример этой игры. Ссылку на проект ты можешь найти под видео. Чтобы посмотреть пример проекта на сайте Scratch, необходимо зайти в студию юный разработчик игр Беларусь и найти этот проект. Этот проект у нас находится ближе к низу, потому что он один из первых создавался. Вот он под номером 4, код-счетовод. Переходим к этому проекту и давай посмотрим сразу, как он работает. Чтобы лучше было видно, можно сделать вот так. Развернем на весь экран и запустим. Вот, код нас поприветствовал, спросил, как зовут. Я пишу свое имя, нажимаю клавишу Enter. Он мне сообщил, что умеет считать и просит ввести первое число. Ну, я введу первое число и второе число. Теперь он говорит, что я могу щелкнуть по прямоугольнику и узнать ответ. Щелкаем. 12 плюс 6 равно 18. Правильно. 12 минус 6, 6. 12 умножить на 6, 72. Верно. И 12 разделить на 6, 2. Вот такая вот простая, вроде бы, игра. Простой проект, который можно развивать. Можно сделать какие-нибудь другие вычисления. Но для начала мы научимся создавать именно такой. Давай по вот этому внешнему виду попробуем описать сценарий. Ну, чтобы было легче, все-таки откроем код. Нажмем на кнопку посмотреть код. Видим, что здесь очень много комментариев. Кто хочет, можно самостоятельно попробовать изучить. Здесь в комментариях все достаточно подробно описано и сделать. Ну, а кто не очень уверен, смотрите дальше урок. И мы видим, что здесь у нас целых 5 спрайтов. Мы будем их создавать. И понятно, что уже у нас есть переменные. Поэтому можем посмотреть в данные и увидеть, что здесь есть несколько переменных. Первые 2 это для наших чисел первого, второго. И еще 4 для вычислений. Ну, давай теперь этот сценарий запишем. Чтобы ничего не перепутать, по первому пункту описания сценария при ответе на вопрос кто и что, мы перечислим, какие у нас спрайты. Итак, у нас есть спрайт кота, можешь заменить на другого персонажа. Есть также спрайты для кнопок А плюс Б, А минус Б, А умножить на Б и А разделить на Б. Фактически это кнопки интерфейса. И вот уже у нас получится, что мы разрабатываем не просто какую-то игру, а игру с интерфейсом. И еще у нас есть переменные. Какие переменные? Переменные А, переменные Б. Для наглядности я их записываю курсивом. Дальше у нас есть переменная сумма, разность, произведение и частное. Для того, чтобы можно было вычислить соответствующее значение. Дальше. Как все это у нас происходит? Опишем кратко алгоритмы скриптов наших спрайтов. Большой скрипт мы видели у кота. Сначала он нас приветствует, говорит привет. Потом спрашивает наше имя, мы узнаем, как это делается. Потом просит ввести первое число, второе число фактически. Значения чисел А и Б ему нужны для переменных. И потом вычисляет все значения. Потом передает сообщение «Посчитал». Это нужно для того, чтобы все остальные спрайты узнали, что расчеты выполнены. И потом еще дает инструкцию пользователя, что можно щелкнуть мышкой по нашим прямоугольникам и узнать вычисленные значения. Чтобы ничего не забыть, давай начнем работать, а потом продолжим рассмотрение сценария, рассмотрим еще скрипт кнопки. Он попроще. Для удобства работы я делаю две вкладки. В одной вкладке у меня исходный проект, во второй вкладке я могу создать свой проект в своих работах. Для этого нажимаю на кнопку «Новый проект». У меня появляется среда программирования, ты уже все это знаешь, я думаю. И теперь мы начнем проектировать. Первое, что у нас есть спрайт-код, это замечательно, мы можем его так и оставить. Теперь нам необходимо сделать четыре кнопки. И на самом деле этих кнопок у нас нет, поэтому мы можем их просто нарисовать. Либо выбрать заготовку кнопки, а потом ее отредактировать. Ну давай нарисуем, заодно закрепим возможности редактора костюмов Scratch. Для удобства сразу нажмем на кнопку «Конвертировать векторную графику», потому что в векторе нам будет удобнее рисовать, и сейчас ты поймешь почему. Сейчас я нарисую прямоугольник. Ну там у нас голубого цвета, поэтому я выбираю с заливкой. И такого, ну может быть не голубого для разнообразия, зеленого цвета сделаю прямоугольник. Ну вот такой, да, потом мы можем, в принципе, его уменьшить. Дальше на этой кнопке у нас написана сумма, разность произведения и частная. То есть мы должны здесь написать А плюс Б. Выбираем инструмент «Текст», ставим сюда мышку и пишем А плюс Б. Мы вспоминаем, что с русским шрифтом здесь не все получается в последних версиях. Была версия, когда все работало, сейчас не очень. Поэтому мы можем выбрать английский и сделаем А плюс Б английскими буквами. А плюс Б. Ну и Б напишем латинское. Единственный недостаток нашего текста, если мы сейчас уберем мышку, то его как будто бы нет. На самом деле он есть. Сейчас мы его найдем. Вот он. Выберем инструмент «Текст», выделим и выберем цвет. Ну, например, вот такой вот поярче, чтобы было, или можно даже красным. Хотя красный на зеленом с точки зрения дизайна не очень хорошо. Он плохо воспринимается, а вот белый будет неплохо смотреться. И вот эта вот тень, она, конечно же, исчезнет. Вот А плюс Б. Если хочется покрупнее, можно сделать покрупнее, но мы будем кнопку делать меньше. Видим, что на сцене эта кнопка занимает многовато место, поэтому возьмем, наверное, этот прямоугольничек, сделаем поменьше. Разместим вот так. Ну и вот, чтобы центр попадал прямо в знак плюс, тогда получается ровненько. Примерно так, аккуратно. И еще, вот очень важно, чтобы, когда мы рисуем костюмы, они были по центру в основном, в большинстве случаев, за исключением некоторых. Поэтому есть такой хороший инструмент «Установить центр». Давай его нажмем, и центр установим тоже вот в серединку. Так, еще раз что-то не получилось. Установить центр. Вот. И перенесем вот так вот плюсик. Теперь у нас ровно по центру наша кнопка. Прекрасно. Теперь нам нужно дать имя этому спрайту, потому что мы можем запутаться, возможно. Давай так и напишем, так и назовем. А плюс Б. Для наглядности я пишу через пробел. Плюс Б. Вот так. Для того, чтобы у нас получилось 4 кнопки, мы можем просто этот спрайт продублировать. Либо с помощью вот этой кнопочки дублировать, либо можем нажать на правую кнопочку мыши и выбрать «Дублировать». Вот мы продублировали. Теперь у нас кнопки 2. Выберем вторую. Допустим, вот здесь у нас будет первая кнопка, здесь вторая. И нам остается всего лишь отредактировать костюм. Выбираем инструмент «Текст» и вместо «Плюса» пишем «Минус». В векторном редакторе это делается легко и просто. В растровом пришлось бы подтирать, и все это могло будет выглядеть не очень аккуратно. Дальше дублируем еще раз. Ставим в нужное место. И тоже с помощью инструмента «Текст» мы здесь ставим умножить. Вот знак умножить в программировании отличается от того, который мы используем в курсе математики средней школы. В программировании для умножения используется значок звездочка. Звездочка на клавиатуре находится там, где цифра 8, и она нажимается с помощью комбинации клавиш. «Шифт» или «Шифт» мы получаем звездочку. Ну и, наконец, еще раз дублируем. И последний наш спрайт, последняя кнопка, это частная, поэтому здесь нам нужно поставить знак «Разделить». Тоже в программировании используется вот такой вот слэш. Это так называемый значок «Разделить». Итак, наши спрайты готовы. Теперь нам нужно сделать что? Теперь нам нужно добавить переменные. Ну, давай выберем кота, перейдем во вкладку «Скрипты». Можно поставить кота повыше, чтобы все сообщения были видны. Можно даже его уменьшить. Это уже такие детали, которые потом можно дорабатывать. Так, что нам нужно? Данные, да? Нажимаем кнопку «Данные» и создаем переменные. Значит, создаем переменные, ну, давай, как мы писали в сценарии по-русски. Переменные «А», дальше переменные «Б», затем сумма для вычисления суммы, «Разность», «Произведение» и «Частное». Вот все наши переменные. Ну, и вот, чтобы здесь они не отображались, они нам не нужны на сцене, мы уберем флажки рядом с ними. Вот так вот их уберем. А и «Б» пусть будут. Так, замечательно, мы все подготовили. Теперь подсмотрим сценарий кота. Уже, возможно, подзабыли, что нам нужно сделать. Значит, кот у нас выдает приветствие, говорит «Привет», потом спрашивает имя, просит ввести первое число, второе, потом вычисляет и так далее. Ну, давай по памяти сейчас воспроизведем этот скрипт. Так, значит, сначала нас кот приветствует. Ну, конечно же, нам нужно поставить, когда щелкнуть по флажку, и он нам говорит, это группа команд «Внешность», «Привет». Пишем «Привет». Ну, здесь двух секунд многовато, можно поставить одну секунду, вполне достаточно. Потом он говорит, что нужно нам ввести имя, да, спрашивает, как тебя зовут. Для того, чтобы это сделать, есть специальная команда, называется она «Спросить и ждать» и находится в группе команд «Сенсоры». Голубенькие. Почему «Сенсоры»? Потому что это команда, которая берет какие-то данные. В данном случае берет данные извне. И здесь она похожа внешне на команду «Говорить» или «Сказать» даже. Вот если мы посмотрим команду «Сказать», вот такая она, да, почти такая же у нас и «Спросить». И здесь мы пишем «Как тебя зовут?» и «Вопрос». И написана команда «Спросить» и «Ждать», да, «Спросить, как тебя зовут?» и «Ждать». Чего же ждет Scratch, да, когда он спрашивает? Он ждет ответа. И ответ у нас попадает в защищенную переменную Scratch, которая так и называется «Ответ». Ее тоже можно показать на сцене, поставить в любое место, но мы сейчас, нам это не нужно, поэтому этот флажок мы уберем, а вот саму переменную сюда перетащим. Что мы можем с ней делать? Мы можем ее использовать в других командах. И у нас по сценарию код говорит, что обращается к пользователю, к игроку и говорит, что он может умеет считать. Как нам это сделать? Понятно, что нам нужна команда «Говорить». И можно сюда вставить эту переменную, но он же нам говорит не только наше имя, но еще и говорит, что он умеет считать. Как это сделать? Для этого используется оператор «Слить». Мы еще немножко позже будем с ним работать, но уже сейчас я тебе покажу, как можно им пользоваться. Он говорит, что он сначала произносит имя, допустим, вот Ольга, потом шел восклицательный знак и говорит «Я умею считать». Он сообщает о своих возможностях. Вот мы сливаем два значения – имя и дальше текст. И теперь вот это мы можем сюда вставить в команду «Говорить». Вот так получается. Склеиваем. Ну, давай проверим. Это уже тот код, который, в принципе, можно проверить. Нажмем флажок. Вот он говорит «Привет». Спрашивает, как тебя зовут. Я говорю, что меня зовут Ольга. Нажимаю «Энтер» и он мне сообщает, что умеет считать. Сейчас, я думаю, что мне стоит поставить видео на паузу для того, чтобы ты сделал начальную работу. Да, я вот тут заметила, что у меня есть недостатки. Я дублировала спрайты «А плюс Б». У меня получился спрайт «А плюс Б2», «А плюс Б3», «А плюс Б4». Это нехорошо. Давай их переименуем. Это у нас «А минус Б». Никаких тут два нет. Это «А» умножить на «Б» и «А» разделить на «Б». Частное. Ну, а сейчас я открою спрайт «Кота», чтобы тебе все было видно. Ориентируйся по цвету блоков, в какие группы команд тебе заходить. И начни разрабатывать игру «Код щитовод». Ну, здесь я еще напишу «Код щитовод». А после паузы продолжим. Очень не хочется делить эту часть урока еще на части, поэтому сейчас нам нужно просто сделать небольшую физкультминутку, сделать гимнастику для глаз. Можно потянуться, размяться, поднять руки вверх, для того, чтобы потом наш мозг работал лучше, и тело тоже. И после гимнастики продолжим программировать. Следи за мной глазами, но голову не поворачивай. Поморгай глазами. А теперь вверх-вниз. Поморгай глазами. Сейчас будем смотреть по диагонали. Поморгай глазами. Еще раз по диагонали. Поморгай глазами. Отлично. У нас уже есть начальная версия нашего проекта. Мы сделали гимнастику. И теперь продолжим. Мы выполнили всего лишь два шага нашего скрипта. Нас код приветствует, спрашивает имя и сообщает о том, что он умеет считать. Дальше нужно, чтобы он спросил ввести первое число, второе число, а потом выполнил вычисление, передал сообщение о том, что посчитал, и дал нам инструкцию. Сейчас, думаю, будет проще. Уже помнишь, наверное, этот сценарий. Поэтому сразу переходим к нашему проекту и продолжаем работу. Итак, нам нужно аналогичным образом спросить первое число, спросить второе число. Поэтому мы берем эту команду и переносим сюда. И пишем «Введи первое число». И теперь, после того, как он введет первое число, опять скрипт получает это значение в переменную «ответ». Мы снова можем ее использовать. У нее уже будет другое значение. И мы должны задать значение переменной «а». Это первое наше число. Значение «ответ». Поэтому мы берем команду «задать». Здесь у нас будет «а». Переменная «а» и значение «ответ». Вот так вот. Это первое число. Аналогично второе число. Чтобы заново не собирать все блоки, мы можем щелкнуть правой кнопкой мыши на блоке «спросить» и выбрать «дублировать». И вот эти две команды у нас продублировались. Теперь мы просто редактируем не первое число, а второе. И не значение переменной «а» нам нужно задать, а переменную «б» выбрать. Вот так мы уже получим эти значения. Давай проверим. Так, привет. Как тебя зовут? Умею считать. Введи первое число. Ввожу первое. Вот у нас «а» стало равным 12. Ввожу второе. «б» тоже ввела 12. 12. Все отлично. Работает. Теперь нужно вычислить. Как вычислить? Вычисления выполняются тоже очень просто. Нам тоже нужна команда «задать». И здесь мы будем что задавать? Сумму, разность. Давай сразу подготовим. Что еще? «Произведение» и «частное». И осталось только «вычислить». Как мы будем вычислять? Для того, чтобы вычислять, в Scratch есть тоже группа команд новая. «Операторы». Мы уже ее открывали, когда брали команду «слить». Но об этой команде мы еще будем вспоминать в следующих уроках. А сегодня мы тренируемся вычислять. И вот для вычисления есть первые четыре команды. «Плюс», «минус» — это сложение, вычитание. «Звездочка» — это умножение. Получаем произведение. И «слэш» — это разделить. Поэтому мы можем брать вот эти вот командочки. Вот так вот мы их сюда пока вынесем. И для того, чтобы вычислить, нам нужно указать операнды. Что должно, с чем складываться, что вычитаться, умножаться и так далее. А это наши переменные «А» и «Б». Мы их берем и вклеиваем. Смотри, вот так вот в кружочек, чтобы появился белый такой ореол. И приклеивается. Обязательно, чтобы они приклеились. Вот получилось «А» плюс «Б». Теперь у нас получается как бы монолитный блок. И этот монолитный блок мы можем вот сюда тоже вклеить в значение. Несмотря на то, что здесь квадратик, вот этот вот овальчик сюда приклеивается. Вот так. Мы получили сумму. Теперь аналогична разность. «А» минус «Б». Вклеили. Собрали. Произведение. И частное. Все просто и понятно, правда? Вот. Он вычислил. После того, как вычислил, мы помним, он должен передать сообщение о том, что произошли вычисления, потому что эти сообщения будут нужны всем остальным спрайтам, нашим кнопкам. Значит, мы должны выбрать команды «События» и, я надеюсь, помнишь, передать сообщение. Давай создадим новое сообщение. Посчитал. Так и напишем. Посчитал. Ок. Передали сообщение. И теперь можем выдать инструкцию с помощью команды «Сказать». Она отличается от «Говорить» тем, что она работает постоянно. Говорить в течение данного количества секунд, а сказать будет все время. Инструкция. И что у нас инструкция? Нажми на кнопку, чтобы узнать результат вычислений. Все, скрипт кота у нас готов. В принципе, мы можем проверить. Смотри как. Мы можем вывести значение переменных на сцену и запустить скрипт. Опять «Приветствие». Вводим имя. Вводим теперь значение переменных. И пока мы не можем нажимать на кнопки, ничего пока не работает, потому что мы скрипты не написали. А вот здесь уже у нас значения посчитались. Ну, давай посмотрим. А и Б 12 и 3. Сумма 12 плюс 3, 15. Правильно. Разность. Правильно. Произведение. Тоже правильно. И частное. 12 разделить на 3 равно 4. Все верно. Отлично. У нас все получилось. Ну что, теперь нужно продолжить. Давай уберем. Нам не нужны уже эти переменные на сцене. Они мешают. Теперь нам нужно реализовать скрипты для кнопок. Мы смотрели примеры. Видели, что кнопки работают так, что на них можно нажать. Ну, я тут немножко, когда я их двигаю, сразу у меня спрайты выделяются эти. И еще самое важное. В начале игры их у нас нет. Ну, давай я подготовила, расписала немножко, как устроен скрипт кнопки А плюс Б. Мы его посмотрим. Итак, скрипт кнопки А плюс Б. В начале игры кнопки на сцене нет. Она прячется. После вычислений получает сообщение от кота. Сообщение мы назвали, посчитал. Кнопка появляется на сцене. И если щелкнуть мышкой по этому спрайту, то он говорит или выводит, правильно будет говорить, значение переменной суммы. Мы же рассматриваем кнопку А плюс Б. Ну, все остальные скрипты остальных спрайтов, кнопок аналогичны. Я думаю, ты догадываешься. Разница будет лишь в том, что это будет кнопка, допустим, А минус Б. И если мы по ней щелкнем, то будет выводиться не сумма, а разность. И аналогично со всеми остальными. Ну что, скрипты достаточно простые. Их на самом деле будет несколько. И мы их сейчас реализуем. Итак, в начале игры спрячем со сцены. Выбираем наш спрайт. Когда щелкнув по флажку, нам нужно что сделать? Спрятаться. Давай щелкнем по флажку. Вот спрятался. Ну, не будем продолжать, остановим. Отлично, работает. Дальше. После вычислений он должен уже появиться. Значит, мы выбираем, когда я получу посчитал. И внешность показаться. То есть после того, как будут выполнены вычисления, кнопка появится. И когда она будет на сцене, мы сможем по ней щелкать и получать значение. Для этого у нас есть команда, когда спрайт нажат. И здесь что мы должны делать? Мы должны сказать, если это у нас А плюс Б, значит мы должны сказать, что сумму. Ну что, проверим. Ввожу имя, он умеет считать. Да, спасибо. Для разнообразия что еще в виду? Допустим, вот 5. Нажми на кнопку, чтобы узнать результат. И на А плюс Б мы можем нажимать. Вот прекрасно. 12 плюс 5 равно 17. Остальные пока не работают. Что делать с остальными? С остальными будет то же самое. Мы говорили, что скрипты аналогичные. Поэтому что мы можем сделать? Мы можем просто перетащить все эти скрипты и там, где нужно подредактировать. Давай перетащим. Значит, на первый спрайт. Второй. Третий. Дальше опять. Второй. Третий. И, наконец, последний скрипт тоже перетаскиваем по одному. Потому что все вместе мы не сможем выделить. Вот. Теперь входим в наши спрайты и редактируем. Сначала все страшно. Кажется, что произошло. Просто они попали все друг на дружку. Вот так вот мы их растащим. И здесь вместо суммы нам какая нужна переменная разность. Выбираем разность. И смотри, когда мы ее сюда вносим, вот появляется тоже этот белый орел. Вклеиваем. А ненужная выскакивает. Поэтому можно так сделать. Опять растаскиваем. Здесь у нас что? Произведение. Да? Умножение. Можно даже не убирать. Не мешает ничего. И частное. Вот так. Ну что? Проверяем. Последний тест. Давай введем какое-нибудь другое число. Допустим, 50 и 5. Или не целое, а какое-нибудь такое, чтобы какие-то вычисления были более сложные. И теперь мы нажимаем. Что-то я плохо нажала. Вот так. 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 Проверить значение можно, конечно, с помощью калькулятора. Ну и, наверное, заметил. Вот я так вот нажимала. Неудачно. Сдвигаются спрайты. Вот это уже тот случай, когда лучше тестировать нашу программу вот в таком вот режиме. Здесь ничего двигаться не будет. Просто заново выводится. Я щелкаю. Видишь, тут просто облачка друг на друга подвинуть. Я их не могу. То есть, ничего не мешает. Ну что, ура! Мы все сделали. Здесь, я надеюсь, ты ввел название своего проекта под «Счетовод». И опять же, ты можешь его сохранить либо в своих проектах, если ты работаешь в своем аккаунте, либо скачать на свой компьютер. Ну, я на всякий случай скачаю. Пускай будет. И проверю. Вот у меня есть в моих проектах. Ну, и давай еще раз посмотрим. Если ты захочешь им поделиться, ты можешь перейти на страницу, посмотреть страницу проекта или сразу нажать «Поделиться». И теперь проект опубликован на сайте Scratch. Кто угодно сможет его смотреть. Здесь ты можешь написать инструкции, какие-то благодарности, добавить теги, например, что это у нас, что это уже фактически игра, да? Вот. И получать лайки и комментарии. Урок получился достаточно длинный, поэтому ты можешь сейчас пролистывать его назад, ставить на паузу, если что-то не запомнилось, и выполнить полностью для того, чтобы получить результат. Я желаю тебе успехов и буду рада встретиться в следующем уроке. Спасибо.